Дорогие друзья, представляем вам один из самых удобных и экономичных сайтов по поиску и покупке авиабилетов, а также бронированию отелей. Если вы хотите хорошо отдохнуть и при этом не переплачивать, добро пожаловать на сайт. Ссылка в описании. Привет всем, дорогие друзья. Как вы видите, мы находимся в автобусе, в трансфере и едем в аэропорт. А куда мы едем? Мы едем в город Гази-Антеп. Мы будем там неделю путешествовать, кушать вкусную еду, пробовать все снимать и, конечно же, показывать вам. Поэтому, друзья, не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, пока мы едем в трансфере, я хочу вам рассказать о том, как можно путешествовать по Турции самостоятельно, если вы здесь проживаете или приезжаете в отпуск. Конечно же, по Турции можно путешествовать многими способами. На машине, на автобусе, на самолете и на поезде. Железнодорожная сеть очень хорошо развита в Турции, поэтому, если вы приезжаете в Турцию, тоже можете поездить на высокоскоростных поездах. Ну, а мы живем в Алании. Я вам расскажу, как путешествовать из Алании по всей Турции. Как я уже сказала, мы едем в город Гази-Антеп, который располагается на востоке Турции, всего в 100 километрах от сирийской границы. Многие боятся ехать в Алании, но увидите, а мы даже не боимся ехать в сторону Сирии. Поэтому наш путь начинается из Алании на трансфере, который везет нас в аэропорт Анталии. Конечно же, можно лететь и из аэропорта Гази-Паша, но у нас прямой самолет Анталия-Гази-Антеп, поэтому мы летим и. Поэтому мы едем на трансфере в Анталию. Летим в город мы на самолете. Во многие города из Анталии можно долететь на самолете, но и доехать на автобусе. Билет на самолет стоит столько же, сколько и на автобус, поэтому зачем ехать в автобусе практически 15 часов, если можно за полтора часа долететь с комфорта. На поездах вы можете путешествовать от Коньи и по всей Турции. Скоро поезда, железнодорожную линию проведут в, обещают, к 23-му году в Анталию и в Аланию, поэтому посмотрим, что будет. Мы с нетерпением ждем. Говорят, что сюда уже, даже не говорят, а проект начался, идет строительство в Анталию, в Аланию проведут высокоскоростные поезда, которые ездят со скоростью 250 км в час и выше. Такие поезда уже давно курсируют по Турции, из Эскишхира в Анкару, в Стамбул и в Конью. Поэтому вы также с комфортом можете доехать из Коньи в Стамбул или в другой город Турции. Ну и, как я уже сказала, железнодорожная система очень развита. Под этим видео я обязательно оставлю ссылку на сайт, где можно покупать билеты на автобус, смотреть расписание всех автобусов, где можно покупать билеты на поезда и смотреть расписание всех поездов. Ну, а самолет... Есть очень много авиакомпаний турецких. Сегодня мы летим авиакомпанией Сан-Экспресс. Билет на самолет стоил всего 53 лиры, но Айхан смотрел билет на автобус, спрашивал, а билет на автобус стоил 90 с копейками. Поэтому, как вы видите, на самолете путешествовать даже выгоднее. Дорога от Аланьи до Анталии, до аэропорта занимает порядка двух с половиной часов. И на самолете от Аланьи, Анталии до Казианте полететь примерно полтора часа. Вот на таких микроавтобусах вас довезут до аэропорта и заберут обратно, если вы прилетите в Аланию. Прибыли в аэропорт. До посадки на самолет остается 20 минут, и мы скорее спешим, чтобы не опоздать. У нас только ручная кладь. Мы всегда летаем только с ручной. Здесь есть свои посадочные талоны, и, как вы видите, мы летаем только с ручной кладью. Вот такие вот у нас веселые чемоданчики. И мы летаем только с ручной кладью. И еще купили мы в дорогу вот такую вот классную штуку, потому что Айхан у нас на диете. Видите, здесь есть кружечки, можно положить салат и так далее. И очень удобно для того, чтобы носить с собой еду. Айхан тоже готовится к тому, чтобы снимать. Надел микрофон. Ну, а мы идем дальше на выход в самолет. И наш самолет уже через 20 минут. Скорее-скорее летим в Газиантеп, чтобы показать вам все самое интересное. Поэтому оставайтесь с нами. Айхан, что ты думаешь? В Газиантепе. Что ты думаешь? В Газиантепе. В Газиантепе? В Газиантепе? В Газиантепе? Ты раньше не ездил? Очень раньше Незавтра? 13-13 Какой-то красивый? Нет, красивый Но я очень много не ездил Затем мы не ездили 1-2 часа, но это очень красивый Оно очень многое Я думаю, что это очень изменилось Очень изменилось У нас сегодня бурса Анкара и Охадах Я думаю, что это очень важно Я думаю, что это очень важно Первое приключение которое с нами случилось это то, что мы пошли на посадку в международный терминал Где Айхан? Международный терминал, а не в терминал местный И вот вы видите сзади, мы пошли туда А нам нужно идти вот в ту сторону И еще я пыталась ехать на эскалаторе вниз А оказалось он едет наверх Я немножко испугалась что он меня засосет внутрь Надеюсь, что сейчас мы идем уже в правильном направлении Ну что, мы прошли все контроли и уже идем на посадку в самолет Уху! Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» И это прекрасное место для отдыха. Ну, конечно же, волшебный Стамбул. Стамбул невероятно красивое место. Дальше идет статья про Марокко, куда мы полетим совсем скоро. И еще одна интересная новость. Это про Стамбул, где строят торговый центр. Называться он будет Беннис Аутлет. Беннис Мега Аутлет в Турции. И будет он выглядеть как Венеция. Было бы тоже очень интересно туда съездить. Поэтому, друзья, как вы видите, в Турции очень много всего интересного. Много достопримечательностей, мест для шоппинга. Мест, где можно провести время всей семьей с детишками. Мест развлечений, аттракционов. Поэтому я думаю, что каждый из вас найдет здесь что-то интересное. Друзья, вот так вот выглядит Газиантеп с воздуха. И здесь есть многочисленные посадки каких-то деревьев. Я думаю, что это фисташки. Но, а кто из вас знает, что это за деревья? Потому что они, видите, прям высажены в ряд. Значит, это фермерские угодья. Если вы знаете, что это за деревья, что это за высадки, обязательно напишите. Потому что очень уж интересно. Но я думаю, что это все-таки фисташки. Потому что Газиантеп очень красивый. Газиантеп с воздуха. Постойте, по-русски. Постойте. 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 Субтитры подогнал «Симон»